всем добрый день я нахожусь на месте под названием тесницкий лес здесь период с 30 по 40 годах свои зверства проводили коммунисты так вот это место выглядит я здесь года три или 4 назад не помню уже был и вот здесь вот такие изменения поставили стенд с информацией о том что здесь происходило и в какой период времени тесницкий расстрельный полигон место массовых казни и захоронение жертв политических репрессий на территории тульской области здесь тайно хоронили казненных и приводили в исполнение приговоры вынесенные внесудебными органами в годы большого террора 22 братских могилах покоится прах более 3000 репрессированных жителей тульской и калужской области и расстрельных в 30-е 50-е годы более 400 человек было расстреляно казнено и захоронено здесь в годы великой отечественной войны вот так это выглядит здесь даже вот схема указана отмечено где находится храм где памятные знаки и где были найдены тела цифра 3 расстрельной ямы потом были они перезахоронены вот еще информация не буду читать кому если интересно поставите на паузу и прочитайте здесь стенд с информацией кладбище жертв репрессий тоже кому интересно нажмите на паузу поизучать информацию и вот как я понял 30 августа 92 года здесь происходила эксгумация останков расстрелянных людей вот трактор рабочий все здесь как бы задокументирована вот здесь даже есть портреты расстрелянных священники учителя врачи вот эта вот женщина меня заинтересовала свеженцева василиса ивановна 1875 года рождения родилась семье крестьян село грязцы ливинского района орловской области 6 сентября 1903 года проживала в белевском крестодвиженском монастыре несла послушание церковнице арестована 1 июня 1931 года до ареста проживала в белеве улица каляева 8 решением тройки при пп у гп у м о от 9 августа 31 года выслана в сроком на три года 23 ноября 1937 года арестована белевским рвд тульской области содержалась белевской тюрьме тройкой у nkvd пт о 2 декабря 37 года приговорена в м.н. расстреляна 10 декабря реабилитирована 1990 году здесь вот тоже священники которые были расстреляны их не портреты здесь тоже информация это здесь я так понимаю информация о бывших военных которые служили в русской императорской армии то есть их коммунисты тоже расстреливали вообще советский союз он как бы провозгласил что он будет вести атеистическую политику вот и поэтому вот эти вот все священники они как бы не вписывались в коммунистической идеологии подлежали массовому истреблению храмы взрывались а священников убивали вот еще один стенд новомоченники список расстрелянных по делу список расстрелянных по делу о группе церковников и здесь вот наверное список всех кто был расстрелян епископы монахи послушники священники вот есть даже выписка из протокола установили в бракова ивана николаевича расстрелять вот такие вот зверства здесь происходили репрессированная интеллигенция тоже кому интересно можете поставить на паузу и прочитать информацию вот еще раз сейчас к вот этому стенду подойду вот офицеры георгиевские кавалеры первой мировой войны вот здесь вот забыл указать даже вот расстрельная яма указаны вот фотографии спецобъект МКВД Тесницкий расстрельный полигон вот еще тоже информация как нашли могилы слухи о том что севернее Тулы на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь в лесу зарыты тысячи казненных подтвердились в 1989 году место где расстреливали и закапывали тела жертв политических репрессий указал бывший сотрудник НКВД в 1989 году по инициативе Тульского мемориала правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения массового захоронения ну и вот я вот эту фотографию уже показывал вот ведутся работы трактор раскапывает ну и вот там вот хотел тоже показать вот храм здесь построили вот здесь вот на окне объявление висит объявление в часовне новомучеников и исповедников российских 30 октября понедельник день памяти жертв политических репрессий 12.30 панихида вот здесь вот тоже установлены кресты таблички я здесь уже прошелся и вот такой вот один список вот здесь вот увидел список убиенных 8 января 1938 года вместе с архимандритом Исакием и вот здесь в списке я насчитал 19 человек вот священники, монахи, схемонахи, непослушник все были расстреляны в 1938 году здесь же вот опять портреты военных которые служили в русской императорской армии сейчас выборочно посмотрим кто здесь был расстрелян вот первый портрет вощакин Сергей Александрович штабс-капитан русской императорской армии и вот все здесь военные вот должность офицер поручик подпоручик штабс-капитан здесь табличка с военными там дальше вот установлен крест и на деревьях тоже висят таблички с фотографиями расстрелянных людей сахаровой протеерея Алексей протеерея Николай здесь вот уже плохо читается ничего не видно Абакумов Алексей Васильевич вот фотографии кистень Викентий Игнатьевич уроженец деревни Батагузы Вильницкая губерния Польша вот женщина Владимирова Елена Ивановна место рождения Тульская область Чернский район село Тургенево дата расстрела 26 января 1938 год список расстрельных 26 января 1938 года вот список поименный и в конце надпись всего 70 человек вот такое вот место лес красивый но находясь здесь становится жутковато вот крест установлен здесь вот такая вот табличка никогда не знал что здесь есть вот такое ужасное место прострельный полигон благодаря блогеру Иоганну Себастьяну я узнал об этом и решил посетить это место записал это видео всем большое спасибо за просмотр всем пока субтитры dupлес не сможет キャ MD и кот из но Продолжение следует...